Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы с вами вновь вместе и у нас снова в эфире ворокшоп-сессия «Секреты профессионального мастерства педагогических работников центров «Точка роста». У нас сегодня последнее завершающее мероприятие. Программа достаточно обширна. Направление, которое мы сегодня с вами будем рассматривать, это обучение школьникам программированию, применения технологий виртуальной и дополненной реальности. И мы предполагаем, что после того, как наши мероприятия, наша программа сегодня закончится, мы могли бы с вами пообсуждать ваши впечатления, может быть, какие-то предложения у вас возникнут по поводу продолжения этой работы. Может быть, вы какие-то хотели бы выделить отдельные направления и в рамках этих направлений поработать дополнительно. Может быть, какие-то мастер-классы вам были бы интересны, и мы могли бы эти мастер-классы вам предложить. Либо, может быть, еще другой формат работы. Если в ходе нашего воркшопа вы выявили для себя какие-то затруднения, то мы готовы найти тех, кто поможет нам прокачать недостающие компетенции. Поэтому, коллеги, как только закончится трансляция лучших практик, ну, давайте минут там 5-7 проведем небольшую рефлексию и действительно еще обозначим те проблемы, которые есть, ну, которыми нам нужно будет работать. Желаем всем успехов в сегодняшнем дне. Мы начинаем. Слово предоставляется Алфереву Артему Александровичу, учителю информатики Заренской СОЖ промышленного муниципального округа, образовательный проект на языке Scratch. Пожалуйста, Артем Александрович. Добрый день, уважаемые коллеги. Итак, тема моего сегодняшнего выступления – это образовательный проект на языке Scratch. Стремление учащихся к обладению современными технологиями является наилучшим стимулом повышения мотивации к учебной деятельности. Интересные и занимательные формы работы с использованием компьютерных технологий воспринимаются детьми сначала на уровне игры, а затем подростки вовлекаются в серьезную творческую работу, в которой развивается личность учащегося. Постепенно у школьника вырабатывается определенная культура поведения, формируется его мировоззрение. Работа в среде Scratch позволяет ученикам познать программирование, познать программирование, основу программирования, и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки моделирования и конструирования. Scratch – это визуально-объектно-ориентированное всегда программирование. В результате выполнения простых команд может складываться сложная модель, в которой будет взаимодействовать множество объектов, наделенных различными свойствами. Начальный уровень программирования настолько просто доступен, что Scratch рассматривается не только для обучения старших школьников, но и также младших школьников. Scratch – это детский язык программирования, он очень похож на конструктор Lego. Программы собираются из разноцветных кирпичиков, блоков управления, но несмотря на такой детский, можно сказать, что вид, язык программирования является очень удобным и обладает множеством мощных и интересных возможностей. Позволяет программировать роботов или делать свои проекты. Когда ученики создают проекты в Scratch, они осваивают множество навыков 21 века, которые необходимы для успеха. Это творческое мышление, системный анализ, использование технологий, эффективное взаимодействие, проектирование и постоянное обучение. Обучение основным программированием в Scratch наиболее эффективно при выполнении поначалу небольших проектов. При этом естественным образом ученика владевает интерфейсом новой для него среды, непосредственно углубляет в Scratch и, собственно, само программирование. Базовый проект, он один для всех учеников и выполняется совместно с учителем. Затем предлагается всевозможные направления развития базового проекта, и разных учеников они могут выглядеть по-разному. Для молодых людей компьютерные игры являются весьма популярным развлечением. И поэтому дети предложили и мечтают когда-нибудь создать свои собственные игры. И весь этот учебный год непродолжительный мы с учениками пятого класса изучаем язык программирования Scratch. И предварительным результатом является собственный проект на этом языке. Ну и, конечно же, всем им захотелось создать свою собственную игру, игру-викторину. Одну из них я предлагаю вам сейчас посмотреть. Ну, во-первых, ученики выбрали одну из применных областей. В данном конкретном случае это математика для пятого-шестого класса. Придумали обучающий сюжет. Создали персонажа, который выполняет роль ведущего, викторины. Составили разные типы вопросов. Запрограммировали счетчик правильных и неправильных ответов. То есть в конце появляется результат. Сколько ты ответил правильно, сколько неправильно. Во-вторых, дальше методика создания игры. То есть как мы это все с ребятами выполняли. Сначала мы запрограммировали переменные с именем, номером школы, класса. Потом в блоке управления мы выбрали, как задать вопрос и ждать. То есть время не ограничено на ответ. После чего следует блок управления, в который мы задаем, что ответ равен. И пишем букву правильно ответа. Все буквы в данном случае, там есть небольшое уточнение, что все буквы ответа должны быть за большой, за главной буквы. Дальше. Если ответ правильный, то количество очков увеличивается на один. То есть один вопрос – это один балл. Если неправильно ответил, то баллы не суммируются, не складываются. То есть очки не меняются. Так же, если ответ неправильный, то ведущий меняет костюм, то есть меняет свое движение, может возвести руки с фороны, ну и так далее, и говорит, что ответ неправильный. Еще и комментарий добавляет, если ответ неправильный, там, ну, бывает, к сожалению, ты не прав, ну и так далее. Итак, этот алгоритм мы дублируем столько раз, сколько у нас предполагается вопросов в игре викторина. Ну, в данном случае у нас их 10. После чего идет подсчет правильных и неправильных ответов. Для подсчета используется блок управления, который мы используем под, и если количество очков равно количество набранных, то ведущий говорит, сколько раз вы ответили правильно и комментирует. Ну, допустим, если мы набрали там 10 из 10 очков, ведущий говорит, ты превосходен, молодец, ты набрал 10 баллов, 7, там, тоже ты молодец, баллов поесть больше половины, ну и так далее. То есть каждому ответу, каждый комментарий подразумевает от себя. Здесь ссылочка, мы эту викторину, она у нас еще, конечно, в проекте еще, мы еще ее выполняем, она у нас еще практически, ну, не совсем готова. Вот на этой ссылочке мы сделали доступ, ее открытый, чтобы вы могли посмотреть, если кто заинтересовался, то есть это, можно зайти, это сайт Scratch, можно онлайн программировать, ну, мы скачали, установили программ, программу на компьютерах, сначала делаем на компьютерах, потом уже выкладываем на сайт Scratch, доступим. Итак, я показал методику создания игры, как мы это делали на занятиях с ребятами, и в ходе таких проектов ребята учатся планировать работу над проектом, определять действующих героев. герои могут быть так взяты из самой программы Scratch, также они могут нарисовать сами сначала персонажа в любой программе, которой они владеют, придумывают, как они должны выглядеть, что они должны делать, и реализовывать необходимые действия с помощью программы Scratch, тестируют результат и исправляют недостатки. Данные проекты мы планируем отправить на конкурс, Кузбасский конкурс проектов мастер-кода. До 15 декабря мы уже планируем создать полностью готовый проект, полностью готовый продукт. У меня все. На самом деле очень интересно, да. Это мы только с пятым классом, да, тут иначе, вот сентябрь-октябрь, ноябрь, уже какой-то результат уже есть. Детям очень нравится, могу что-то еще наполнить свои комментарии как учителя. То есть, очень сильно нравится ребятишкам, приходит с удовольствием, занимаются, бывает даже, что и больше положенного времени. Ну, а на ваш взгляд, со школьниками какого возраста еще можно это использовать? Ну, я уже уточнял, что это в начальной школе можно уже начинать использовать этот язык программирования. Но мы до класса восьмого примерно планируем работать в этой программе Scratch. Ну, а дальше уже идет в старших классах уже там Python, ну и так далее. Мы продолжаем работать по практикам. Сейчас будет продолжение практика также связанной с программой Scratch. Это программирование мини-игры в этой программе. Розаева Инна Валерьевна, учитель технологии Марьевской СОЖ. Программирование мини-игры в программе Scratch. Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня современные IT-технологии окружают нас повсюду, а обучение языкам программирования начинается уже со школьной скамьи. И сегодня как раз мы поговорим об одном из таких языков. Речь пойдет о Scratch, визуально-блочной собитийно-ориентированной среде программированной, созданной специально для детей и подростков. Scratch был создан как продолжение идеи языка лого и конструктора лего. Scratch доступен и в качестве приложения для компьютера, и в качестве онлайн-платформы, которую мы с вами сегодня и рассмотрим. Мы с вами переходим на онлайн-платформу и нажимаем «Создавать», после чего у нас начнет загружаться наш рабочий стол. Итак, в самой программе мы видим простой и удобный интерфейс. Слева находятся разноцветные блоки, которые и являются командами, отвечающими за движение, внешний вид, звук, события, управление, сенсоры, операторы, переменные. Также есть возможность создания собственных блоков, то есть собственных команд. В центре мы видим рабочую поверхность, белый квадрат. Именно на нем мы будем выстраивать наш программный алгоритм посредством сцепления одного блока с другим. Фигурка рыжего кота справа называется спрайт. По сути, спрайт – это и есть главный герой нашей мини-игры, которую мы будем программировать. Мы будем делать игру кошки-мышки, поэтому спрайт-котика нам вполне подходит. Теперь выберем фон для нашей игры. Программа предлагает нам широкий набор фонов, разбитый по категориям. Каждый из них можно попробовать. Для нашей игры мы выберем фон с интерьером комнаты. Наша мини-игра кошки-мышки подразумевает наличие двух персонажей, поэтому пора выбрать второго спрайта – мышку. Как мы видим, набор персонажей и предметов для программирования позволяет реализовать любой творческий проект. Наконец, мы нашли нужную нам спрайт-мышь и добавляем ее на наше рабочее поле. Важно отметить, что каждый спрайт программируется отдельно и переключаются эти режимы посредством иконки внизу экрана. Первый блок выбираем из категории «События» и называется он «Когда нажат зеленый флажок». Зеленый флажок запускает наш конечный результат, поэтому первым блоком всегда ставим именно его. Далее мы прикрепляем блок «Повторить всегда» для того, чтобы наш спрайт не останавливался, а двигался непрерывно. Далее мы выбираем нужные нам графические блоки и выстраиваем их в программную команду. Наша мини-игра подразумевает погоню кота за мышью и полную остановку игры в том случае, если кот все-таки поймал нашу мышь. Давайте рассмотрим получившиеся готовые команды для обоих спрайтов. Итак, мы видим, что спрайт «Мышь» у нас запрограммирован на непрерывное движение и при касании стены поворот на 180 градусов. Второй спрайт «Кот» запрограммировано непрерывное движение за первым спрайтом, то есть за мышью. Посмотрим готовый результат. Нажимаем зеленый флажок и так мы видим, что наша игра кошки-мышки у нас получилась. Теперь нам нужно сохранить наш файл на компьютер. Выбираем вверху «Файл» «Сохранить» на компьютер и видим, что наш проект начинает загружаться в левом нижнем углу экрана. Теперь в следующий раз мы сможем его загрузить, открыть в программе «Скрэч» и доработать либо просто просмотреть наш результат. Спасибо за внимание. Спасибо Инне Валерьевне. Я приглашаю Анастасию Александровну Бушуеву, учитель информатики и математики Калачевской СОЖ Прокопьевского муниципального округа с использованием среды программирования «Скрэч». Еще раз здравствуйте. Меня зовут Анастасия Александровна. Я преподаватель предмета информатика. Кроме того, веду занятия по внеурочной деятельности среди «Скрэч». Я еще раз повторюсь, что такое «Скрэч», по какому принципу он построен и что используется. «Скрэч» — это визуальная среда программирования, где не нужно писать код, а достаточно просто перетаскивать красивые блоки, и у вас будет происходить магия. Можно блоком задавать параметры. «Скрэч» построен по принципу «Лего», содержит логические блоки, на основе которых происходит создание объектов СССР. При работе над проектом ребенок использует переменные и операторы, подбирает подходящий тип движения и звуковое сопровождение, создает сценарий и проводит визуализацию. Приложение способствует развитию детей фантазии, аналитического мышления, творческих и математических способностей, тренирует память, учит продумывать и планировать действия, запоминать и систематизировать внушительные объемы информации. Теперь поговорим о хороших сторонах скретча. Главная польза скретча в том, что во время занятий ребенок активно думает, ему приходится, ничего не делается само собой. Чтобы герой плавно двигался, прыгал с одной стороны карты на другую, выпускал несколько пуль сразу, все это нужно делать своими руками. Использовать клоны или нет? Как перебрасывать героя по координатам? Масса задач и проблем, которые приходится решать здесь и сейчас. Отличная тренировка для мозга. Еще один плюс. Дети освоят простые инструменты компьютерного языка. Это циклы, условия, алгоритмы. Да, это происходит в визуальном виде вместо настоящего, но смысл цикла и движения от этого не меняется. Да, освоение инструментов идет на верхнем, несложном уровне для простых задач, но ведь ребенку это и нужно. Умеет самому уверенно подбирать из простых блоков игры и мультики. Scratch работает в браузере и оффлайн. Ребенок может делать свои проекты с любого компьютера, где есть интернет. И преподаватель их может удаленно посмотреть или прокомментировать, или даже подправить. А если нет интернета, то можно создавать игры либо анимации, мультики в оффлайн-режиме. Еще один плюс, что Scratch учит бороться с трудностями. Это реальный опыт преодоления неудач и сложностей, который очень благотворно влияет на детей. Ребенок с таким опытом преодоления рвется дальше в бой и не боится трудностей. Прокачивает пользование мышкой. После месяца занятий дети уже уверенно овладеют ей и в обычной работе на компьютере это потом тоже пригождается. Градусы и координаты, синусы и притяжения. Математика и физика начинают помогать делать компьютерные игры. Ребенок лучше понимает эти абстрактные вещи и по-другому к ним относится. Scratch здесь хорошее подспорье, чтобы лучше освоить эти школьные понятия. Что в итоге? Я вижу Scratch отличным стартом в мир программирования для детей возраста от 7 до 12 лет. Мы с ребятами сделали небольшой проект. Мы создали анимацию в честь памятной даты трехсотлетия кузбасса. Мы использовали сделали мы заготовки трех спрайтов. Это белас. Взяли анимацию скачали уже белас готовый гиф картинку. Сделали сами анимацию на уголь и на логотип. Подобрали подходящий фон и написали скрипты каждому из спрайтов. Для беласа написали свой скрипт. Для угля написали скрипт, чтобы происходила смена костюма. Также написали небольшие скрипты для логотипа, чтобы он мог цвет менять, размер менять и чтобы у нас проигрывался звук в анимации при нажатии на значок. Это инструкция, которую использовали. далее я покажу результаты работы с учениками. Сейчас продемонстрирую видео. Вот что у нас вышло. здесь при наведении мыши, например, на логотип происходит смена цвета. Также анимация угля видна и анимация движения колес. Вот такую еще работу сделали. Работу мы делали с учениками 5-6 классов. Вот эти работы мы сделали с учениками 5-х классов. Работали не только над анимациями, но еще и над играми. Создавали тоже игры кошки-мышки, там, где кошка бегала по лабиринту, она охотилась за мышкой, а мышка убегала от нее по заданной программе. за прошлое. Всем спасибо. Анастасия Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы это сделали, это у вас есть на этой платформе скретч, или это у вас есть где-то, например, на своем компьютере, на сайте еще где-то. То есть я к вопросу о том, можно ли это, ну, поделиться, например, с коллегами, скинуть этот материал? Да, можно, с коллегами можно делиться, с самими вот этими вот разработками можно делиться. То есть можно ссылками, например, ссылку сбросить, прислать. Можно скачать в каком-нибудь формате, чтобы, например, как видео воспроизводилось. А можно скачать в формате как видео и сделать отдельно ссылку. Если успеете, то сегодня... И так тоже можно. Сделайте, пожалуйста, Анастасия Александровна, потому что я-то эту работу знаю, видела ее, работа не... И я думаю, что, в принципе, где-то просто можно запустить, и дети что-то подделают, у них готовый продукт уже будет. Да. Анастасия Александровна, вопрос возник. Сколько ребят работает одновременно в вашей группе при работе над программированием? Ну, сначала ко мне пришло много ребят. Потом... Сейчас скажу, сколько. Наверное, ну, из пятого класса ко мне пришло человек 20, набралось сразу. Потом, когда мы начали уже работать над сложными проектами, уже, ну, некоторые так с неохоткой ходили. Ну, человек 10, наверное, осталось. Так, вот 10 реально тех, которые занимаются, и им это нравится, и они дальше хотят продолжать. Вот так. Ну, человек 10 в пятом классе, и в шестом человек 7-8. Вот так. Это шестые классы. Спасибо. И в продолжение темы угольной промышленности создание проекта макет угольной шахты в рамках реализации программы промышленный дизайн. Медведева Анастасия Викторовна, руководитель точки роста школы 14 Полисовецкого ГО. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Медведева Анастасия Викторовна. Я являюсь руководителем центра точка роста школы номер 14 города Полисовецкого ГО. И сегодня я бы хотела рассказать вам об опыте работы нашего центра цифрового и гуманитарного профилей точка роста точнее об одном из проектов реализованном в рамках программы дополнительного образования промышленный дизайн которую ведет педагог нашего центра Пресенко Наталья Гавриловна. Программа промышленный дизайн направлена на междисциплинарную проектно-художественную деятельность с интегрированием естественно-научных технологических гуманитарных знаний а также на развитие инженерного и художественного мышления обучающихся В программу учебного курса заложена работа над проектами реализуют которые учащиеся пробуют себя в роли проектировщика конструктора дизайн-менеджера стилиста разработка и реализация проекта программы промышленного дизайна включает в себя несколько этапов обсуждение идеи разработка и решение задач далее осуществляется контекстуальная проработка эскизирования макетирования трехмерное моделирование конструирование и прототипирование более подробно познакомлю вас с проектом который входит в один из кейсов в профессии моего города проект макет шахтовый комплекс он был разработан ребятами пятого класса в точке роста мы живем мы живем в городе полосаево кеймерской области главные богатства нашей области скрыты под землей область располагает запасами таких полезных ископаемых как железная руда свинец серебро золото медь и так далее но самым главным нашим богатством является каменный уголь и большинство предприятий связано именно с добычей угля а главная профессия нашего города шахтер во многих семьях есть люди которые работают на угольных предприятиях города профессия шахтера очень опасна трудна но почетна на этом и основывалась актуальность выбора темы нашего проекта в ходе исследовательской работы и подготовки к практической деятельности детьми была изучена информация об организации технологического процесса добычи каменного угля разнообразие специфики шахтерского труда об устройствах шахты ее механизмах и техники в рамках сотрудничества с кванториумом мы получили от них видео шахта благодаря которому ребята смогли побывать внутри виртуальной шахты почувствовать шахтерскую атмосферу результатом реализации проекта то есть итоговым продуктом стал макет устройства шахты точнее технологический комплекс горно-технических сооружений и зданий на поверхности шахты обеспечивающий работу его подземного хозяйства а также складирование переработку угля объемно-пространственный макет в масштабе 1 к 700 имеет панорамный вид на макете размещены следующие объекты терриконы копры железнодорожные вагоны с углем промышленные здания для изготовления данного объемного макета использовалось следующее оборудование центра точка роста это ручные лобзики канцелярские ножи клеевой пистолет электролобзик 3d-принтер и также понадобились следующие материалы как дсп картон уголь пластик и красочки практическая работа над проектом проходила в три этапа на первом этапе ребята изучали чертежи карты шахтового комплекса горно-технических сооружений и зданий на поверхности шахты изобразили будущий макет на бумаге на втором этапе приступили к вырезанию макетирования нужных объектов а для создания модели нам понадобилась помощь ребят которые занимаются по программе 3d-моделирования которые создали в программе блендер модель а затем распечатали ее на 3d-принтере и на третьем заключающем этапе мы приступили уже к сборке макета полученный макет шахтовый комплекс стал победителем городского конкурса декоративно-прикладного искусства кузбасс-300 с этим макетом ребята приняли участие в областной онлайн выставке детско-юношеского творчества кузбасс мой дом изготовленный макет активно используется в образовательной деятельности и профоридационной работе учителя рассказывают учащимся начальных классов нашим подопечным дошкольникам о том как происходит выработка угля на шахтовых предприятиях что обеспечивает хождение в ребенка в мир современных шахтерских профессий все дополнительные программы которые реализуются в нашей точке роста взаимодополняют друг друга даже видео которые вы сейчас смотрите записали и смонтировали ребята которые занимаются по дополнительной программе медиа студия со всеми программами и новостями можно познакомиться на сайт школы в разделе точка роста спасибо вам большое за внимание мы продолжаем и передаем слово Юртайкиной Ане Петровне учителю информатики СОЖ номер 30 Калтанского городского округа разработка приложений виртуальной реальности виртуальный мисс музей всем здравствуйте в рамках работы центра точка роста на мне урочных занятиях мы с ребятами изучали возможности виртуального мира начали свое изучение движка Юнити и в поисках новых знаний мы наткнулись на конструктор виртуальных приложений Варвин эта платформа представляла виртуальные уроки английского языка ОБЖ химии и других предметов бесплатно в рамках апробации конечно мы уступили за это возможность нам хотелось сделать собственный продукт так зародилась идея сделать проект который должен был быть актуальным увлекательным и конечно познавательным так как в мае в нашей школе идет защита проектов и вся страна готовится к празднованию Великой Победы то тема проекта возникла сразу представляю вам проект виртуальной экскурсии посвященной Великой Отечественной войны мы помним мы гордимся для создания этой экскурсии мы использовали приложение Варвин Эдюкейшн это платформа платная но в рамках апробации личного пользования администрация Варвин предоставляет скачивание лицензионной версии бесплатно зарегистрированным аккаунтом аккаунтом но конечно с ограничением некоторых функций эта платформа достаточно проста в обращении она позволяет добавлять любые картинки фотографии 3D модели в платной версии доступно добавление видеофрагментов любой нужный объект достаточно перенести курсором в ресурсы или объекты и выставлять его на сцене также можно программировать виртуальных роботов используя язык Python или Scratch также разработчики платформы всегда идут навстречу на официальном сайте часто проходят бесплатные вебинары мастер-классы по работе в этой среде для работы нам понадобился только один ноутбук с установленной платформой и одним аккаунтом интерфейс платформы ребята освоили без каких-либо трудностей ну а далее полет нашей фантазии над проектом работали учащиеся девятого класса перед нами стояла цель изучая интерфейс программы сделать виртуальную выставку которую смогут посещать наши учащиеся в рамках патриотического воспитания на уроках УБЖ или классных часах мы воспользовались уже готовой сценой которая есть в библиотеке Варвин в этой библиотеке сцены имеются 3D модели различные геометрические фигуры боты тексты панели и так далее ассортимент очень широкий далее создали нужный нам интерьер оформили пол стены добавили надписи подобрали нужную нам цветовую палитру ставили в ресурсы фотографии военных лет и экспозиции военных сражений поскольку 3D объекты нам нужны были хорошего качества то мы также пользовались бесплатными 3D моделями из сети интернет с таких сайтов как 3D Today Open3D модель в нашем музее получилось три зала в первом зале расположено оружие у нас это автомат Калашникова АК-47 ручная оборонительная граната F1 пистолет и так далее все 3D модели можно взять в руки потрогать в руки контроллера имеется ввиду также параллельно ребята на технологии делали хорошие подделки военной техники и мы сделали выставку фотографий этих макетов и разместили эти фото на стенах нашего зала так как над музеем мы работали в год юбилей Кемеровской области то конечно об этом мы тоже упомянули сделав в центре зала баннер Кузбассу 300 лет у стен расположены 3D модели советских солдат второй зал посвящен тяжелой военной технике там стоит танк С-34 военный самолет вертолет на стенах этого зала размещены экспозиции военных сражений поставив 3D модель необходимо было не забывать о гравитации чтобы предметы не падали также одной из задач было показать огромный склад Кузбасса на пути к победе поэтому третий зал посвящен Кузбассу во время Великой Отечественной войны на стенах размещены фото Кузбасса военных лет фото кузбасских шахтеров а также сибиряков героев Великой Отечественной такие как Александр Иванович Покрышкин герой Советского Союза военный летчик от Новосибирска также нашли в школьном музее в интернете фотографии нашего поселка Малиновка послевоенные годы и добавили их на стены в коридорах наших гостей и учеников это черно-белые фотографии нашей школы на этапе строительства наш дом культуры прогресс в центре зала на стене размещена карта Кемеровской области в зале находится военный палаточный лагерь в миниатюре который состоит из военной палатки вышки модели грузовика и советского танка Т-70 благодаря современному оборудованию в центре точка роста конечно наши учащиеся могут расширить свой кругозор и повысить потенциал покоряя новые горизонты IT-технологий патриотическое воспитание в наше время является основополагающим формирование личности ребенка работая над проектом ребята прониклись к стойкости и героизму поколений переживших войну и подарить нам победу учащиеся школы с удовольствием посещают нашу экскурсию знакомятся с историей родного края музей интересен как учащимся с 1 по 11 класс так и сотрудникам и гостям нашей школы сейчас я вам продемонстрирую видеоролик где вы сможете побывать так сказать гостями нашей экскурсии гостями нашей экскурсии и гостями нашей экскурсии гонки 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 Продолжение следует... 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 и другим лицам. Все свои проекты мы выкладываем на интерактивную доску «Падлик». На ней же находятся и другие проекты «Точки роста», такие как «Школьный музей», о нем уже рассказывала Ина Ивановна, «3D-моделирование». Я же приглашаю вас в наше фермерское хозяйство. Почему именно фермерское хозяйство? Ни для кого не секрет, что нынешняя молодежь бежит из села, не хочет оставаться на той земле, на которой родились и выросли, не видит перспектив, не видит возможностей. Наша задача показать, что и в селе можно жить полноценной жизнью, можно развиваться, можно быть счастливым. Поэтому вот именно такое направление мы взяли. Я приглашаю вас в наш проект «Фермерское хозяйство». Он перед вами. Здесь, конечно, далеко не все наши работы. Здесь только те, которые прошли предварительные обсуждения и были сочтены достойными, быть выложены на школьной доске. Работа над каждым проектом, мини-проектом, состоит из нескольких этапов. Но прежде всего ученик воображает и представляет, что именно он хочет сделать и что должно получиться в результате. Потом создается проект, основанный на личных представлениях. Можно поиграть с результатами своей деятельности, показать ее другим. После этого мы вместе обдумываем и обсуждаем результаты, решаем, стоит ли этот проект того, чтобы его включили в общую нашу конву. Обсуждение и обдумывание приводит к новым представлениям и к новым проектам. В прошлом году мы создали множество мини-проектов. Они пока не были объединены в одно целое, но получили несколько направлений, таких как птичий двор, молочная ферма, огород. Ну и результаты мы объединили в небольшой фильм, который вам сейчас покажем. КОНЕЦ 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 В нынешнем учебном году ребятишки стали на год старше, и, в общем-то, наша работа продолжается. Но что я заметила? Если в прошлом году мы брали уже готовые фоны, готовых героев, то теперь уже это стало неинтересно. Пятый класс начался с того, что на уроках ИЗО изучался народный бык. Архитектура русской избы, внутреннее убранство русской избы, предметы народного творчества. И эти темы мы решили перенести в компьютерную графику. И что я заметила? Сделав какой-то проект, вот графический проект, смотрю, ребятишки уже по привычке открыли скретч, и начали что-то там в нем экспериментировать. Таким образом у нас получилось несколько мини-работ, которые заинтересовали нас, и их решили как-то объединить. Поэтому получился такое небольшое ответвление от общей темы, которая получила название «Этническая деревня». И чтобы проекты объединить в один, в этом году мы решили собрать их в квест. Все знают, что квест – это приключенческая игра, один из основных жанров компьютерных игр, требующих от игрока решения умственных задач для продвижения по сюжету. Сюжет может быть предопределенным или же давать множество исходов, выбор которых зависит от действия игрока. Ну вот, например, был вот такой мини-проект, в котором кот гоняется за воздушным шариком. И шарик надо поймать. Обратите внимание, что здесь уже в поле декорации из-за рисунок, выполненный акварелью, гуашью, специально для проекта. Пока мини-проектов еще немного, но мы над ними работаем. Радует еще то, что теперь на каждом предмете уже при изучении какой-либо темы ребятишки начинают сразу же ориентироваться. Изучают ботанику на биологии, сразу, ага, какие растения могут быть, расти в нашей местности, и уже начата работа над проектом лечебные травы нашего района. Пока еще, конечно, работа сырая, но я думаю, что в течение какого-то времени мы уже ее закончим и тоже включим в свою квест-игру. Ну и, в общем-то, работа продолжается. Что хотела бы я отметить? В программе внеурочной деятельности среда программирования скрычки есть требования к личностным результатам освоения программы. И в ней как раз и говорится о воспитании российской гражданской идентичности, патриотизме, уважении к отечеству, к прошлому настоящему многоденционального народа России и так далее. И я думаю, что все вот эти задачи наша программа и наша работа в общем-то реализуют. Спасибо за внимание. Спасибо коллегам. Я просто хочу прокомментировать этот формат работы. Если раньше мы видели какое-то одно направление, один сюжет, то здесь мы видим выполнение мини-проектов, которые объединены каким-то какой-то линией, тематикой, композицией. Это очень интересный подход. И учитывая 5-6 класс, есть определенные преемственности, есть движение вперед, что очень важно. Потому что чаще всего мы останавливаемся на том, что у нас получается лучше всего и дальше, ну, либо не получается в силу разных обстоятельств. Здесь мы видим, что все-таки идет действительно развитие, ну и плюс интеграция с другими предметами. Коллеги, вы действительно молодцы. Я передаю слово Борисенко Ларисе Валерьевне, библиотекарю, СОЖ номер 32, от Агинского городского округа, проведение виртуальной экскурсии в школьном музее. Пожалуйста. Так, добрый день, уважаемые коллеги. Одной из форм работы музея школы является экскурсия. Создание и проведение экскурсии мне помогают учащиеся активисты школьного музея. С момента открытия в нашей школе Центра образования цифрового гуманитарного профиля и точка роста у нас появилась возможность разнообразить экскурсионную деятельность и создавать интерактивные экскурсии. Для этого мы используем следующее оборудование кабинетом. Фотокамеру с функцией видеосъемки Canon, компьютер, выход в интернет, а также программы обработки фото и видео и возможности образовательной платформы Learners. Старшие учащиеся, посещающие занятия юные музееведы, снимают тематические видеоролики в школьном музее, сами монтируют их. Для этого мы пользуемся бесплатной версией программы Photoshop, а затем мы проводим озвучивание видео, накладываем звуковой файл на видеоряд. На основе получившегося видеоролика на образовательной платформе Learners мы создаем интерактивную экскурсию. Для этого мы заходим на сайт платформы Learners. У меня там уже есть свой кабинет и своя учетная запись. И нажимаем, входим в раздел продукты. Из продуктов мы выбираем веб-сервис интерактивное видео. Создать. Здесь мы должны ввести сейчас. Я должна зайти. Мы вошли в кабинет и я хочу показать вам экскурсию, которую мы создаем. Я вам покажу экскурсию «Русская изба». Она уже готова у нас. Которую дети создали. Вот сейчас мы входим в эту экскурсию под ником ученика. Ссылку на экскурсию мы отправляем ученику, и ученик должен зайти под своей фамилией и именем. Ну, допустим. У нас, допустим, у нас будет второй. Вот ученик начинает смотреть экскурсию. Нажимаем «Начать». Мы сразу видим, что у нас выпадает вопрос перед тем, как экскурсия начнется. Он должен ответить на эти вопросы. Вопрос первый. Как называется «Деревянный дом» на Руси? Варианты ответа в коттедж, юрта, изба. Ученик нажимает правильный ответ и кнопку «Ответить», и только после этого у нас запускается экскурсия. Когда-то наша страна называлась Русь, а гостей на Руси приветствовали поклоном. Здравствуйте, люди добрые. Вы находитесь в музее нашей школы. Сегодня я познакомлю вас с экспозицией, которая называется «Русская изба». У хозяйки раньше было очень много дел по дому. Печь растопить, обед приготовить, пряжу спрять, холсты постирать, воды принести, всех накормить. Давайте рассмотрим посуду, из которой раньше ели. Ее делали из дерева и из глины, или из салон. И у нас появляется следующий вопрос. Экскурсия приостанавливается. И пока ученик не ответит на следующий вопрос, экскурсия не продолжится. Итак, вопрос. Отгадайте загадку. Будь то суп или картошка для обеда нужна. Ну и выбираем правильный вариант ответа. Жмем «Ответить». Экскурсия запускается дальше. Ложки делали из дерева и раскрашивали яркими красками. А вот такие блюда под хлеб, пряники или печенье плели из лозы или из соломки. Горшки и крынки делали из глины. У нас появляется следующий вопрос. Здесь ребятам предлагается отгадать загадку. Стоит толстячок, под боченьем шибачок. Кипит и шипит, всем чай пить велит. Опять же, ребята нажимают правильный ответ, ответить. И экскурсия запускается далее. Нашему самовару более ста лет. Сделан он из медного сплава. Разжигать его надо было щепками, сухими шишками. Чай из него получался особо вкусным и ароматным. Пили его не спеша, сушками, плюшками, пряниками или вареньем. А теперь посмотрите скатерть на столе. Ее вязала мастерица из ниток при помощи вязального крючка. Долгими зимними вечерами девушки занимались рукоделием. Шили, вязали, вышивали. Вышитые салфетки и полотенца были очень нарядными. За прялку девочки садились с 7 лет. Папы делали маленькие прялочки. Нарядную прялку мастерил добрый молодец в подарок своей невесте. Дарил на память муж-жене. Прялки были простые и механические. Спрятенную нить накручивали на веретено. А из колстов шили полотенца. Раньше такое полотенце называлось рушник. Рушники вышивали по случаю рождения ребенка на свадьбу для молодоженов. Их хранили всю жизнь и передавали по наследству. В избе рушниками украшали красный угол. Это угол в котором располагались иконы и лампадки. Так и у нас появляется следующий последний вопрос в нашем видеоролике. Выберите из предложенных инструментов русские народные музыкальные инструменты. Здесь множественный ответ. Ребята указывают правильные ответы, жмут кнопку ответить и у нас тогда запускается ролик и смотрят его до конца. Все работают до 7-го года, умели отдыхать, веселиться, хороводы водить до песни петь. Раньше, пока не было изобретено электричество, люди одежду гладили утюгами, вот такими. Их в доме было несколько и разогревали их на горячей печке, либо закладывали в них горячие угли. Пока одним утюгом гладили, другой нагревался. Утюги были разной величины, большие и маленькие. Сделаны они были из чугуна. Воду набирали у бедра и несли на кромысли. Работа эта была тяжелой, но без воды нельзя ни огород полить, ни обед приготовить. Ребята, вы узнали, как жили наши предки на Руси, какие предметы их окружали, а провожали гостей на Руси со словами «Доброго вам пути». Я показала вам видеоролик, который у нас обычно делают наши старшие ребята и показывают их младшим ребятам. Хочу сказать, что ребята 9-10 класса они сами снимают видеоролик, сами ставят на платформе Лернис вопросы к этому видеоролику и сами потом помогают мне в неурочной деятельности показывать эти ролики и заниматься с младшими школьниками, учащимися начальной школы. Ну вот, вот вроде все, благодарю за внимание. Спасибо большое, Лариса Валерьевна, на самом деле очень познавательно и такая интересная практика. Я думаю, что эту практику на самом деле можно расширить и использовать во многих, наверное, центрах и во многих образовательных организациях. Мы с вами продолжаем, у нас осталось буквально два выступления. это Розаева Инна Валерьевна, учитель технологии Мариевской СОЖ Яйского муниципального округа. Тема разработка и создание виртуального макета школы от реалистичного до футуристичного. В данном видео представлен мастер-класс разработка и создание виртуального макета школы от реалистичного до футуристичного. Актуальность данной работы обусловлена новейшими тенденциями в образовании. На базе Мариевской школы функционируют Центры гуманитарного и цифрового развития «Точка роста», реализующие такие направления внеурочной деятельности, как VR-технологии, робототехника, промышленный дизайн и 3D-моделирование. Наш мастер-класс посвящен 3D-моделированию, а именно разработке виртуального макета школы. Для чего же школьникам нужно 3D-моделирование? Практически для каждой перспективной позиции будущего крайне полезны будут знания из области 3D-моделирования, основ программирования и компьютерного зрения, так как это дает необходимые компетенции для дальнейшего углубленного освоения дизайнерских навыков и методик проектирования, без которых совершенно невозможно представить современное общество. Итак, что же нам понадобится для создания нашего виртуального макета? Нам понадобится фото-видео материалы школы, а также программы на компьютере для 3D-моделирования, например, такие как Tinkercad, 3D Max либо Blender. Мы остановимся на Blender. Эта программа наиболее универсальна, многофункциональна и, что немаловажно, она имеет интерфейс на русском языке. Мы в своей работе используем версию 2.80, что можно увидеть в углу стартового окна открывшейся нам программы. Как мы видим, широкий набор инструментов и опций для 3D-моделирования не уступает по функционалу и возможностям другим, даже более серьезным приложениям для 3D-графики. Работа в этом 3D-редакторе позволяет создавать проекты совершенно любой сложности, с имитацией любых поверхностей и текстур. Для создания реалистичного макета школы нам понадобятся фото- и видеоматериалы. Также для более точного моделирования можно использовать спутниковые картографические снимки. Пока этого нам вполне достаточно. Но в дальнейшем при проектировании внутреннего пространства школы нам также могут понадобиться план схемы первого и второго этажей. Итак, изучив некоторые приемы работы в графическом редакторе Blender, мы можем попробовать создать первичную модель нашей школы. По сути, это является неким черновиком, который мы можем увеличивать, удлинять, добавлять второй этаж, а также некоторые дополнительные элементы строения. Важно отметить, что модификация уже имеющихся элементов строения, а также добавление новых, является ключевой особенностью создания футуристического макета. В разработке и проектировании футуристического макета активное участие принимают ученики старших классов Марьевской школы. Для 3D-моделирования школьниками часто также используются онлайн-приложения Tinkercad. Оно имеет удобный интерфейс и функции переноса проектов в программное обеспечение Blender. По завершении проекта реалистичные и футуристичные макеты Марьевской школы будут напечатаны на 3D-принтере. Впоследствии они станут частью экспозиции проекта «Моя малая родина». В рамках этого проекта при помощи съемки с квадрокоптера и изучения спутниковых карт был создан реалистичный макет деревни Марьевка. В данный момент проект находится в реализации. Итогом проекта будет являться масштабный макет деревни Марьевка, а также отснятый фильм «Моя малая родина Марьевка». Спасибо за внимание. Спасибо большое. Мазурчик Надежда Евгеньевна учитель английского языка создания виртуального тура с помощью квадрокоптера и программы Panantutu Pro. Здравствуйте уважаемые коллеги. Вашему вниманию предоставляется мастер-класс по созданию виртуального тура с помощью квадрокоптера и программы Panantur Pro. Проект «Моя школа». Для чего и кому нужны виртуальные экскурсии? Начнем с того, что они позволяют отлично передавать атмосферу любого места. Для кого будет актуален такой тур по учебному заведению? В первую очередь для выпускников. Наверное нет такого человека, который бы не хотел вернуться в стены родной школы. Виртуальный тур позволит побродить по классам, рассмотреть детали и проникнуться соответствующей атмосферой. Виртуальная экскурсия по школе дает возможность приблизиться к объекту в кабинете, вращаться 360 градусов, погрузиться в воспоминания детства. цель нашего проекта создать виртуальный тур по Марьевской основной общеобразовательной школе имени Василия Дмитриевича Федорова. Задачи, которые перед нами стояли осуществить съемку школьных кабинетов в формате 360 градусов с помощью квадрокоптера, обработать снимки и подготовить их к импорту в программную среду, спроектировать план снимков для каждого этажа, из готовых панорам создать виртуальный тур. Для работы нам понадобится квадрокоптер с функцией съемки панорамных снимков с автоматическим сшиванием панорам 360, приложение DJI Go 4, скачанное с Play Market для Android или Apple 100 для iPhone и iPad, программа создания виртуальных экскурсий Call of Panatur Pro на компьютере. Соединяем мобильное устройство с квадрокоптером с помощью QR-кода и заходим в настройки камеры. Выбираем режим Пана и Сфера и приступаем к съемке необходимых локаций. После этого скачиваем из интернета программный продукт Call of Panatur Pro. После загрузки отключаем интернет на компьютере и отключаем антивирус. Запускаем установочный файл соответствующий разрядности вашей операционной системы и во всех окнах жмем Далее. На рабочем столе находим ярлык Call of Panatur Pro и запустив программу нажимаем на кнопку Зарегистрировать. В скачанной нами папке с установкой есть файл сериал. Берем из него email и ключ для активации программы. Забиваем эти данные в соответствующие поля и жмем ОК. Если все сделано верно, то вы увидите сообщение о том, что регистрация состоялась. Жмем на ОК и переходим непосредственно к подготовке графических материалов. Далее необходимо подготовить склеенные картинки панорам для создания тура. В этой же папке следует подготовить схематическую карту здания, по которому собираетесь реализовывать тур. Для реализации данной идеи мне понадобится поэтажная схема всего здания. Школа имеет два этажа, а значит два плана первый этаж и второй. В выключенном интернете запускаем КАЛОП на ТурПро и во вкладке Тур выбираем пункт Add панорама добавить панорам. В проводнике выбираем наши заранее подготовленные картинки панорам и жмем открыть. Давайте сразу сохраним и проверим наш проект хотя бы в суром виде. Для этого в верхнем меню выбираем File Save Project As, что означает сохранить проект как и создаем новую папку для сохранения нашего проекта. Затем переходим во вкладку Build и указываем место расположения готового тура. В принципе для создания самого базового виртуального тура из панорам все готово. Кликаем на Build Tour жмем завершение сборки и смело нажимаем на кнопку Play чтобы посмотреть тур. Ваш браузер должен автоматически открыть одну из панорам нашего тура. Теперь будем работать над доведением нашего тура до готовности пока он не станет походить на настоящую интерактивную экскурсию по учебному заведению. Для изменения очередности порядка появления панорам в нашем туре переходим во вкладку тур и справа открываем раскрывающиеся меню оды. С помощью мыши перемещаем вверх ту панораму которая должна отображаться в нашей экскурсии первой. У меня это коридор из чего еще может начинаться путешествие по этажу. Теперь неплохо бы добавить панель навигации. В данной версии программы все подобные фичи разработчики реализовали в виде отдельных модулей которые можно объединить в пресеты. Однако есть и стандартные наборы пресетов. Давайте рассмотрим один из них. Переходим на вкладку Style и жмем на кнопку Load Preset. Затем выбираем из появившегося списка Color iControl кликаем на Load. Слева из появившегося списка выбираем iControl Bar и выставляем положение навигационной панели по центру. Теперь давайте объединим наши панорамы по группам. Если мы делаем виртуальный тур по одному зданию то логичнее всего разделить наши панорамы с кабинетами на этажи. Для этого возвращаемся в окладку Tour и выделив все изображения нажимаем правую кнопку. Выбираем Merge In Group что значит объединить в группы. Присваиваем название группе в данном случае первый этаж. Немедли возвращаемся к вкладке Style и удаляем слева пункт Panorama Затем Затем задаем настройки отвечающие за выход названий групп и самих панорам. Нужно сделать ходспоты Это точки для переходов между панорамами Для их добавления нам потребуется перейти во вкладку Tour и выбрав первую панораму коридора на панели ходспотов указать на значок Add Polygon Далее для удобства можно развернуть панораму на весь экран. Теперь очень аккуратно выделяем области для переходов. В данном случае это будут двери кабинетов панорамами которых я в данный момент располагаю. Вот что у нас получилось. Появились стрелочки переходы от одной панорамы к другой. Добавляем план здания. Во вкладке Tour выбираем Flow Map и указываем путь к нашему плану. Пользуясь инструментом Add Point наносим на карту точки соответствующие нашему нахождению в пространстве во время фотосессии. Поэтажный план нужно добавить в нашу экскурсию и настроить. Во вкладке Style добавляем в правой панели пункт Maps Flow Plan выберем место расположения на экране и отступ от края. Можно оставить стандартные настройки. Выбираем из раскрывающегося списка Single Flow Plan. Это значит, что мы используем один поэтажный план. Чуть ниже снимаем галочку с параметра отображения названия нашего плана. В настройках Spots задаем для красоты пульсирующую анимацию и включаем параметр отмечающий за отображение название меток при наведении курсора. Ниже активируем радар и настраиваем для него цветовую гамму. Последнее в этом пункте это включение функции автоподгона нашего плана под размер контейнера указанной выше. Это очень важный момент. Если про это забыть, то все будет смотреться криво и косо. Теперь наш виртуальный тур готов. Давайте сохраним его и посмотрим, что же получилось. В итоге у нас открывается наш виртуальный тур. Главное окно содержит удобный плагин меню для вывода списка всех панорам. Поэтажный план здания с радаром для лучшей ориентации в большом пространстве. Панель навигации с кнопками, которые позволяют приближать и отдалять изображение, активировать медленное автопрощение, включить-выключить показ карты и свернуть всю панель навигации. Также вы можете посмотреть, что у нас получилось. Дополнительный видеофайл прикреплен к презентации. Если у вас остались вопросы, буду рада на них ответить. Спасибо за внимание. Спасибо большое Мария за такие прекрасные мастер-классы. Если можно потом скинуть. Да, коллеги, презентация будет размещена где? У вас в центре? Да, на странице центра непрерывного повышения профессионального мастерства будет размещено видео и размещены презентации, к которым вы можете обратиться. Ну, в общем, наша программа воркшоп-сессии завершена, и мы с вами можем сейчас обсудить те ваши предложения, которые у вас возникли. Поэтому, пожалуйста, коллеги, можно писать в чате, можно подключать микрофоны. И, пожалуйста, не забывайте про анкету обратной связи, которая у нас также есть в чате. У нас сегодня четвертая встреча, и нас меньше, чем это было всегда. Но очень получилось интересно. Почему? Потому что, в принципе, сегодня мы увидели те новые практики, которыми владеют далеко не все педагоги центров Точка Роста. Поэтому весь материал будет представлен на ресурсе центра, и одновременно с этим на едином образовательном портале в разделе Современная школа в методическом маркете. То есть можно будет смотреть там и там и брать для работы. Поэтому, коллеги, пожалуйста, можете в чате высказать свое мнение о прошедшем воркшопе вообще, о четырех этих сессиях и предложить какие-то, может быть, новые формы или, может быть, новые направления, которые стоит нам обсудить всем вместе. Конечно, количество мероприятий было большое, но столько было интересных практик, более 35 практик мы с вами просмотрели, прослушали и надеюсь, что возьмем в работу, потому что опыт, конечно, бесценный. мне очень понравилось последнее, буду пробовать, заинтересовала в этой программе, поэтому попросила ссылку, да, думаю, в следующем году покажем, что мы делаем в этой программе. Спасибо. Спасибо большое, было очень узнавательно. Вам спасибо за участие, очень было интересно. Коллеги, мы еще в следующем году, ну, календарном феврале, запланировали воркшоп, где будут представлены эффективные практики работы точек роста 21-го года, то есть естественно научно-технологической направленности. Здесь мы возьмем еще такой крен, наверное, или акцент сделаем функциональную грамотность, формирование функциональной грамотности при использовании оборудования центров точка роста. Ну, и уже будем привлекать к работе те центры, которые откроются только в 22-м году, то есть с ними мы будем работать так вот на опережение, для того, чтобы 1-го сентября уже все центры точка роста и будет 140, которые будут естественно научной направленности, работали в полном формате. Мы говорим всем большое спасибо, ну и за лучшими практиками вы можете обращаться также по адресам вот авторов этих практик и адреса можно найти также на едином образовательном портале, там в разделе методический маркет есть так называемый маршрутизатор, где определена территория, муниципалитет, школа, педагог, который может продемонстрировать какую-то практику, ну и его контакты. Поэтому, коллеги, продолжаем работать. Всем большое спасибо. Спасибо огромное и всем новых достижений, успехов профессиональных и личных. Всего хорошего, до свидания. Спасибо. Спасибо.